Супротек. Генеральный партнер Народного автомобильного журнала. Есть автомобили, про которые знают все. Крутость их, а спорить невозможно. Тот, кто спорит, тот... Выдающийся человек. Ну, как-то так. Итак... Ближе к народу. Ещё. Выше буржуазии. Ниже компартии. Вот. Вот она. Шишига. История создания машины проста, как и вся история отечественного автопрома. Партия сказала «надо» и машину сделали. Первые прототипы были готовы уже в 1957 году. Единственное, что мешало горьковцам запустить в серию автомобиль – отсутствие нужной силовой установки. Она появилась чуть позже. Лет этак через пять. Конструкция проста, примитивна, но надёжна. Рама покоится на мостах с рессорами. Сверху установлена кабина с мотором. Всё. То, что сзади, по заказу министерств и ведомств. Нам повезло. Это бортовой. Ну, кузов, проще говоря. Потому что в основной массе автомобили, браздящие просторы, бывшей нашей огромной родины – это кунги. Что мы тут имеем? Откидные борта, которые превращаются в лавочки для перевозки личного состава. Это кто, Сергеевич? О, точно! Сергеевич снимает отзорный режим! Летим на базу, и не будем решать. Особенность шишиги. Обратите внимание на задний мост. Балка уже не составная, как у машин того периода. И уже не летая, а штампованная. А это значит борьба с весом. Кстати, из-за того, что передний и задний мост одинаково загружены, соответственно, передние и задние рессоры одинаковые. С одной стороны, это хорошо, но есть и свои минусы, о которых я расскажу чуть позже. Ну что, перейдем до двигателя, к которому полноценно можно добраться, только откинув кабину. Кстати, такая компоновка автомобиля для нашего автопрома была в диковинку, но оправдала все ожидания. Штампованные элементы сваривались в крепкую конструкцию. Технологические панели прикручивались. Так, сначала разблокируем кабину. Опачки, все, заблокировали. Вот он, ЗМЗ-513. Один из первых V-образных двигателей для грузовиков. Кстати, смотрите, какой маленький рулевой редуктор. Он червячный. Понимаете, понимаете? Но с гидруселительным. Восьмерка, бензиновая, объемом 4254 кубических сантиметра, мощностью 125 лошадей при 3200-3400 оборотах в минуту. Максимальный крутящий момент 284 при 2000 оборотах в минуту. Сделан движок из алюминиевого сплава. Так как мотор V-образный, на нем стоят две головки блока цилиндров с развалом в 90 градусов. В конструкции предусмотрен всего один распределительный вал. Много мнений про мотор, но в основном хорошие отзывы. Проблемы чаще случаются от рукожопости и плохих запасных частей. Его можно и в поле починить. Ладно, закрываем. Да, создавалось для гномов-гимнастов. И, наверное, планировалось, что вместе с ними будут кидать автомобиль с самолетом. Что мы тут имеем? А ничего мы тут не имеем, кроме железа. Капот. Можно, кстати, добраться до двигателя. Но сильно это не помогает. Из приборов. Спидометр. Температура. Да ничего, нету. Масло. Опа. Ну, это так, чтобы зимой греться. Но самое главное в этом отсутствии всего, это система подкачки шин. Песок, башни, болото. Спустил колесики и едешь. Находится ручка его вот здесь вот сзади. Думал, опять что-то сломал. Но, надеюсь, она нам сегодня не пригодится, потому что мне повезло. Но дождя давно не было, и, сдается, мне вообще бездорожь не найдем. Здесь также есть система кондиционирования, между прочим. А машина, машина 90-х годов выпуска и 60-х годов разработки. Вот с двух сторон. Система принудительного кондиционирования салона. Ну, помимо еще двух форточек. Вот, в общем, и все. А, вот, совсем забыл. Крючочки, видите? Вот эти крючочки. Знаете, зачем это? Эти крючочки для того, чтобы подвешивать гамак, чтобы боец мог спать. Но, скажу вам честно, я его ни разу в жизни живьем не видел. Я даже себе представить не могу, как этот гамак вешается здесь. И не могу представить, как в этот гамак можно залезть. Поэтому, парни, если у вас есть такой гамак... Ну, вы поняли, да? Дядя Ваня, есть гамак. Договоримся. Все, закрываем. Шплинт, шплинт, шплинт. Шплинт, шплинт, шплинт. Раз. Два. Господи. За что мне такое наказание? О, и все, заводимся. В-8, господа! В-8! Хорошо, что здесь коробка не перевернутая. Первая-то первая. Первая-первая. Вторая-вторая. Спором. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Коробка четырехступенчатая, синхронизированные скорости есть, сверху, но так, что и не поймешь. Поэтому двойной выжим – это хорошо. На трассе машина – орущий зверь, который не хочет ехать, но едет и может вести две тонны. Перегружать автомобиль нельзя. Рессоры не самые сильные, могут прогнуться. Но при этом бежит машина, выпивая по 20 литров топлива. Но это на твердом покрытии. Усилитель руля, он и на дороге помогает. Тормоза – ну такие обычные газовские тормоза, которых как бы нет, но снизу где-то они цепляют и очень надежно. А какой радиус разворота у этого автомобиля? Знаете, легковые машины могут позавидовать. Ручка КПП. Ну, наверное, только лениво ее не ругал. Так криво расположить ее где-то, где-то сзади, как будто ты пытаешься почесать чью-то ногу. Ну, не знаю, ну так выгибаться. Ну, нет смысла ругать, это особенность конструкции. В остальном… Это очень шумный, жесткий, но классный автомобиль. Чувствуешь себя суперменом. Шишига рождена для другой жизни. Асфальт – это лишь чтобы доехать до грязи. Редактор субтитров А.Семкин Так, что мы тут имеем для покорения бездорожья? Раздаточная двухступенчатая коробка, клиренс 315 миллиметров и кулачковые дифференциалы переднего и заднего мостов. Ко всему прочему, система подкачки колес. Ну и вес автомобиля по меркам собратьев не велик 3,5 тонны. Спасибо тебе, Александр, за машину, за то, что дал ее помучить. Вот тебе Макс ДВС для двигателя, чтобы продлить жизнь твоему хорошему коню. Ну и добро пожаловать в клуб адептов Супротека. Что это такое, почитаешь в интернете. Помогает. Спасибо. Вот Сергей Мота, не даст соврать, он уже все просто, все залил в своем гараже. Еще раз спасибо. Пожалуйста. С тебя 131-й. Хорошо. Честно говоря, обзорность, ну, такая посредственная. Кто-то скажет, что на машинах грузовых того периода, на заграничных, стояли панорамные стекла. Они и тут стояли, понимаете, изначально. Но русские ветки и камни показали, что маленькое и плоское легче меняется. За счет правильной развесовки машина, даже спускаясь с парашюта, вставала на 4 колеса. Давление на грунт уже шиги равномерны, свесы небольшие. Запас прочности на века, что и подтверждается многолетней эксплуатацией в разных уголках мира. Кулачковая блокировка. Этакий самоблок. Объяснить можно, но очень сложно. По идее, он включается, когда одно колесо пробуксовывает. Сейчас попробую вам объяснить на пальцах, если я что-то перевру, простите. Внутри, в ступице, в стаканах стоят пальцы, такие железные втулки. И если вдруг одно колесо проворачивается, центробежная сила выталкивает эти стальные шплинты, я не знаю, пальцы, и блокируется ступица. Включить на самом деле на уставшем автомобиле их не всегда получается, но есть один очень верный способ, который мне подсказал естественный интернет. И сейчас я попробую вам это объяснить. Короче, принцип простой. Включаете понижайку. Поддаете больше газу и резко бросаете сцепление. Что-то я не включил. Синхронизация отсутствует. Итак, газу и бросаете сцепление. Что-то должно внутри хрустнуть, но вы не пугайтесь. Если сразу что-то не отвалилось, значит, по идее, они включились. Но это не точно. Я не устану повторять, что отечественные грузовики это что-то особенное. Я не спорю, наверняка и старые заграничные машины примерно так же по мировосприятию, по ощущениям потрясающие. Но вы испытываете другое, понимаете? Вы чувствуете, насколько вы победитель бездорожья. Ну, при наличии, конечно, головы на плечах. 66-й прощает очень много ошибок и позволяет достаточно многое с собой делать. Но снимать его очень сложно, потому что тут трясет. Газ-66 – самый массовый армейский грузовик в нашей стране. В 1999 году последняя Шишига покинула завод. Количество построенных машин немногим не дотянул до миллиона единиц. Кстати, Шишигу выпускали еще и на Украине в Кременчуге. Машины эксплуатируются во всех республиках бывшего. Практически нет стран в мире, по которым бы не проехали колеса 66-го. А сколько наград у машин? В 1966 году золотая медаль на выставке «Современная сельхозтехника в Москве». 67-й год. Золото в Лейпциге. В апреле 69-го года ГАЗ-66 первым из советских автомобилей получил государственный знак качества. Я памятник воздвиг себе нерукотворный, только наоборот. Машина – памятник. Памятник нашему, о господи, прошлому. Чтобы, осознавая его, смело идти в будущее. Парни, без прошлого нет будущего. Лайк не глядя. 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 Лайк не глядя.